Уважаемые трейдеры, инвесторы, с вами на связи Виталий Кухта, Кухта Капитал. Сегодня у нас, как всегда, по пятницам рубрика «Открытый микрофон». На календаре у нас 14 февраля 2020 года. Сегодня сделаем обзор рынка, возможно будут какие-то торговые рекомендации. Посмотрим, что у нас было в прошлых прогнозах и делаем какие-то выводы с этого и так далее. Итак, давайте начнем с евро-долларом. Итак, в прошлую пятницу, когда мы делали обзор рынка, евро-доллар у нас находился здесь. В этом районе, да. У нас был пробит на позапрошлой неделе сильный уровень поддержки, мы закрепились. И у нас было два сценария. Я говорил, первый это мы идем вниз 50 пунктов. Второй вариант мы идем, ну скажем, дальше мы идем. Вторая цель это минимум 2019 года. Как мы видим, мы закрепились ниже данного уровня и дальше снова пошли на вал. Альтернатива, которой я говорил, что я также жду вариант, если у нас будет сильное движение с текущих, ну там имею ввиду с пятницы и с текущей недели, будет сильное движение наверх. У нас был тренд, трендовая, будет пробитие, проторговочка хорошая и движение на 1.15, 1.18 и так далее. То есть, такие были два сценария. То есть, импульса наверх не было, пошел обвал. Конечно, я думал, что на этой неделе там будут какие-то коррекции, но, как видим, их не произошло. Что у нас на текущий момент рисуется по евро-доллару? У нас пробит минимум 2019 года. Здесь собрали стоп-лоссы всех трейдеров, которые покупали в этом диапазоне. Те, кто покупал вот здесь, да, потому что есть трейдеры, которые там покупают, есть которые продают, да, и они выставляют стоп. А большинство трейдеров ставили стопы среднесрочных за минимум 2019 года. Что на текущий момент? На текущий момент у нас предпосылки только к шортам, но, скажем, у нас есть достаточно сильное падение. Мы падаем практически две недели, да, ровно две недели безоткатно, поэтому существует вариант отката в любой момент, да. Какие-то сейчас сигналов на покупку по евро нет. То есть нам нужно как минимум хотя бы зайти больше уровня, 1.08.80, хорошим импульсом здесь проторговаться. И в таком случае у нас есть возможность дальше двинуться наверх в район 1.10. Это первый сценарий, который я ожидаю. Дальше, если здесь что-то дальше будет проторговаться ниже уровня, нужно следить за формой вот этого отката, да, какой паттерн будет торговаться. У нас есть шанс дальше снова уйти сильно вниз, скажем, район 1.08, 0.07. Если помните, несколько лет назад у нас есть еще незакрытый геп по евро-доллару вот в этом районе. Вот смотрим, это 2017 год, ровно 2,5 года назад, это были выборы Франции, Макрона, да, то есть вот как евро здесь открылось, то есть мы еще по сегодня пока не закрыли вот данный геп, скажем, 1.07.22, да. На текущий момент я же говорю, посмотрим, как сегодня пятница закроется, если все-таки смогут выкупить сегодня и недельку закрыть в нашем уровне 1.08.80, то в принципе с понедельника можно присмотреться к лонгам, что эти лонги, к чему они приведут, к долгосрочному лонгу мы уже будем смотреть по форме импульса наверх, да. Дальше, перейдем к золоту, золото, на прошлой неделе, в пятницу, по золоту говорил, что рассматривая шорт, мы были вот здесь торговались, говорил, или из текущих, или скажем, какой-то вынос и вниз. Был вынос, скажем, пытались зайти вниз, но это движение всего было там на 100 пунктов, я ожидал его пониже, в район 1550 как минимум, да, возможно и пониже. Но пока, скажем, картина поменялась, на текущий момент может ли быть снижение с текущих по золоту, возможно, но я бы его не торговал, я бы лучше, скажем, подождал, как сегодня дневка закроется, потому что вчерашняя дневка достаточно такая лонговая. И если мы сегодня, скажем, закроемся вот так, по золоту, будет медвежий бар, сильный, то где-то на откате можно рассматривать, скажем, снижение в район 1550. А пока, сейчас по золоту явнее рынка, возможно ли снижение с текущих, да, но достаточно очень рисковый момент. Пока ждем сценария, скажем, как закроется сегодня пятница. Если сильно медвежий бар будет, то с понедельника, там, вторника на откате рассматриваем шерты. Дальше. Варианты с лонгом, если мы сегодня, скажем, пробиваем вот этих АИ локальные 1576, да, пробиваем и на часовиках, в принципе, если там с коротким стопом, скальперски можно поторговать в лонг, скажем, с целью 1590, это как вариант, да, если хочется поторговать золото. Дальше нефть. По нефти говорил на прошлой пятнице, то, что я рассматриваю вариант лонга, да, то есть у нас был достаточно сильный уровень поддержки. Так, давайте я его нарисую. Так, вот, вот такой уровень. Так. Говорил я, что выше данного уровня я рассматриваю покупки с среднесрочной, долгосрочной, скажем, в формате, вот так, и наверх, вот сюда, в район 65 и, возможно, выше. Также я подметил, что там некоторые моменты мне не нравились, то есть структура вот этого отката. Кстати, на прошлой неделе с учениками обсуждали данный момент, я склонялся к лонгам, в сторону, скажем, небольшую, 55% смотрелся рынок мне в лонг. Некоторые ученики здесь шортили, то есть там были также посылки по моделям, которые мы торгуем в шорт. Шорт отработался и моя идея в лонг, в которой я говорил, покупка в районе там 50-50, со стопом ниже минимума, данный стоп не снесли. У меня есть покупки на сегодня, сохраняется небольшим объемом. Почему? Потому что слишком большой стоп по нефти нужно было ставить за минимум, набирал небольшим объемом. Что на текущий момент у нас рисуется? Сохраняется позиция в лонг, но я бы еще подождал немного, если кто-то рассматривает торговлю по нефти. Закрепление выше 52, скажем, в таком сценарии и наверх. За то, что я вижу по нефти из текущих покупать, я не вижу смысла. Почему? Потому что у нас есть сильный уровень сопротивления, мы можем с какого уровня как сильно обвалиться. Это как вариант. Или там после ложного. Поэтому нужно закрепление выше уровня, как уже сказал, 52 и после этого рассматривать покупки по данному активу. Дальше, что мы можем еще сказать? Можем посмотреть на канадский доллар, но уже по текущему моменту, если бы мы начали обзор чуть раньше, вчера допустим, да. То здесь в принципе высмотрелся шорт. Есть достаточно интересный уровень, 1.3270, это вчерашний хай. Если мы сегодня не будем падать сильно, если так где-то закроемся, еще будет какая-то проторговка в данном диапазоне, там, понедельник, вторник, то в принципе я рассматриваю шорт по данному активу. Нужно быть немного осторожным, потому что здесь тренд, это контртрендовая сделка. Но зависимся в таком седьмите смотреть. Поэтому больше склоняюсь к шортам, но с текущих уже, скажем, уже нету торговых каких-то моментов. Дальше, что можно сказать? Доллар-иена, достаточно интересный момент. Контртрендовый, да, шорт из текущих, можем падать в район 109, примерно. Это первая цель, если пробиваем вот этот тренд, треугольник, да, то у нас цель 108.30, дальше 107.70. И там, если проносим вот эти поддержки, там будет полет очень сильный вниз, потому что есть предпосылки, скажем, по текущему паттерну. Я рассматриваю шорт. Чем мне ситуация нравится, здесь небольшая возможность небольшого стопа, закай, то есть это в районе 30 пунктов. Возможно, еще какой-то сегодня будет откат, или там, с понедельника, вторника, где-то в таком диапазоне, и потом вниз. Нужно обязательно ставить стоп небольшим объемом, потому что я сделал такой контртренд. Существуют альтернативы у меня, что могут с текущих сегодня и двинуть сильно наверх, скажем, и обновить вот эти максимумы, которые были в прошлом месяце и январе. В принципе, я думаю, что по этим инструментам мы закончим. Есть достаточно интересные моменты, как я уже подметил, это иена, возможно, шорта. Дальше, ну, австралийский доллар, в принципе, здесь такая щепетельная ситуация. Я рассматриваю, тоже уже чуть-чуть начали расти сегодня, как и канадский доллар начал падать. Возможность лонга, скажем, как с текущих, так и при пробитии вот этих вчерашних максимумов в районе там 1.6750. Если мы закроемся сегодня, то, в принципе, здесь открываются неплохие покупки. Нужно быть осторожным, потому что здесь существует альтернатива достаточно сильного шорта. Мы вчера с учениками обсуждали этот момент, скажем, рынок может вот таким образом, скажем, так сходить и обновить вот эти минимумы. Скажем, я не исключаю. Поэтому покупку советую делать больше вот этого уровня 67.50. Если мы так сегодня закрепимся, в таком сегменте, возможно, лонг. И, в принципе, новозеландский доллар здесь. Здесь ситуация, в принципе, зеркальная по всему рынку, что канадский доллар, что австрийский доллар, довольно сложные моменты. Я бы подождал, как сегодня дневка закроется. Желательно, чтобы ее выкупили, скажем, в таком фрагменте и возможен, скажем, рост. Это первый сценарий лонга, второй сценарий лонга, скажем, так, как мы закрываемся сегодня. Идем наверх. И не исключаю сильный обвал дальше по тренду, потому что у нас тренд идет шартовый. И, в принципе, как сказал уже по ауди, можем тоже с текущих сегодня обвалиться. Поэтому лучше подождать, чтобы сегодня хорошо выкупили рынок и после этого рассматривал точки входа. На покупку. В принципе, с обзором на сегодня закончим. Будут вопросы, пишите в комментариях. Я, по возможности, отвечаю, как вы заметили во всех комментариях. Также хотел показать достаточно интересную сделку ученика. На этой неделе закрыл. Вот вчера прислал. Да, вчера вечером. Это кросс-пара евро против австралийского доллара. Достаточно хорошее движение. Свинх торговля. То есть удержание позиции более одного дня с переносом на ночь. Точнее, вот у нас с дневки отмечен график. То есть мы торгуем комплексно. Это дневной график и часовой график смотрим уже точки входа. То есть достаточно хорошее движение было. Четыре дня удержания позиции. Триста пунктов. Рынок дал данные сделки. Вот точка входа с небольшим стопом. Как видим, очень-очень кошерная точка входа была. Скажем, молодец студент. Заработал на данные сделки неплохо. Также, если будут какие-то вопросы личного характера, пишите в личку, в фейсбуке. Скажем, в описании есть мои контакты. Всем спасибо. До следующего обзора. Всем профит на неделю. До свидания.